И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас уже пятый день нашей войны, и сегодня, наверное, один из самых ключевых дней после сегодняшнего дня, может всё кардинально измениться, хоть и до конца войны ещё довольно большое количество времени, но при всём этом раскладе я могу сказать то, что сегодня уже большое количество точек Санты могут забрать. Почему же? Смотрим на зоны Холм, смотрим на Бойню, смотрим на Форрест, смотрим на Атру. Вы понимаете, какое количество зон потеряют эльфы за счёт того, что они будут дефать две центральные зоны? Да, безусловно, они по пять очков, но всё же большое количество зон Санты здесь должны забирать. И что касаемо ходов, то при всём том раскладе, то что у эльфов останется шанс контроля этих двух центральных точек, они потеряют довольно большое количество территорий. Да, возможно, это не так сильно скажется первоначально на очках, но рано или поздно, за счёт того, что ребята будут акцентировать своё внимание на двух центральных точках, они будут терять все последующие. И за счёт этого можно, конечно, продавливать какие-то определённые зоны, но что касаемо заходов со стороны Санты, то я здесь могу с уверенностью сказать то, что шансы довольно-таки неплохие на отжатие довольно большого количества территорий. Что касаемо снеговиков, то они тоже контролируют центральную зону так же, как и эльфы. Что касаемо точки зрения, тактики, это довольно-таки неплохой ход. Но, в свою очередь, также здесь могут потерять боковые свои зоны. И на время записи видеоролика ещё остаётся 17 часов, то есть где-то у нас прошло буквально 6 часов с начала войны, но большинство игроков уже в воскресный вечер, можно сказать, день, уже большое количество голосов своих сделали. Ну и что касаемо моих предпочтений на данный период времени, я вам всё это дело оглашу. Что касаемо хранилищ, то вы уже видите то, что пустыня ушла у нас за Сант, Гравити ушло за эльфами и будущее ушло именно за снеговиками. При всём этом раскладе довольно большое количество игроков проголосовали не за те хранилища. Соответственно, не забрали дополнительные контейнеры и в этом плане у них не всё так грамотное получилось, как у тех ребят, которые, возможно-таки, не с самого начала данного хода проголосовали. И они уже примерно понимали, какие точки будут захватаны определёнными фракциями. Поэтому, что касаемо ходов, я сегодня даже всё раскрыл, дабы было более подробно всё видно, дабы я сам не ошибся, потому что довольно большое количество зон уже надо более внимательно ко всему этому делу подходить. И сейчас я вам покажу постепенно каждую фракцию, разобрал я эльфов даже в этот раз, на какую зону стоит на данный период времени пойти, что задефать и почему это вообще будет актуально в данный период времени. Что касаемо Сант, то здесь я сделал приоритет Каньону, это точка за 3 очка, то есть не было смысла мне атаковать на тот же, например, Кунгур или зону, потому что здесь довольно неплохо дефают фракции свои территории. Но вот что касаемо Каньона, то здесь перевес в 1000 звёзд, и я считаю, что на данный период времени, наверное-таки, актуально пойти на данную зону и помочь своей фракции отжать эти 3 очка, этот Каньон. Ну а что касаемо дефа, то здесь я поставил Иран, это тоже территория за 3 очка, и на неё даже целых 2 фракции нападают, это снеговики и это эльфы, при том раскладе то, что это зону на 3 очка, я считаю, что довольно-таки актуально её прямо сейчас дефать, даже дефать не тот же Берлин, потому что он дефается только от одной фракции, вот что касаемо Ирана, она точка, прилежащая к двум центровым точкам за данную фракцию, я считаю, что она довольно-таки актуальная, и в конечном итоге, в дальнейшем, возможно-таки, за счёт неё можно будет побороться именно за эти 2 центральные точки, например, в следующем ходу, поэтому здесь я отдал приоритет Каньон на атаку и Иран на Д. Что у нас касаемо дальше следующих фракций, это эльфы, эльфы у нас получается, атака уходит под волну, деф уходит под долину, что касаемо долины, это центральная точка, за которую здесь снеговики тоже пытаются отжимать, пытаются контрить её, что касаемо дефа эльфами, ещё 5000 звёзд есть на деф, в приоритете, и я думаю, что, в общем и целом, данную точку они смогут сохранить, и если они после этого хода сохранят эти 2 центральные точки, это будет довольно-таки круто для фракции, которая хочет выигрывать в этой войне. Что касаемо атаки, то я своё предпочтение отдал волне, также точка за 3 очка, и если смотреть её с теми точками по одному очку, да, там может быть что-то уходит, где-то больше надо помочь, я именно по приоритетам, по всем этим зонам отдал именно данные точки, при том, что разница всего лишь 2000 звёзд, и в общем и целом, это те звёзды, которые необходимы, дабы забирать данную зону. Ну и последнее, это у нас снеговики, по снеговикам, здесь у нас получился деф на центральную зону за 5 очков, это кунгур, дабы не потерять её, я думаю, что это довольно-таки ключевая позиция для данной фракции, и стоит приложить как можно больше сил и именно звёзд на деф данной территории, что касаемо атаки, то атаку я положил за данную фракцию именно на долину, почему именно долина, я считаю, что при хорошем раскладе, да, можно будет побороться, забрать данную зону у эльфов, при том раскладе, то что здесь боковые зоны по одному очку какие-то уйдут, снеговикам какие-то не уйдут, но в общем и целом, я лучше ничего не нашёл, да, вот есть парма, но парма у нас как одно очко, да, у нас распределяется, то есть, ну, нет такого какого-то огромного смысла забирать её, бороться там за это одно очко, лучше отдать приоритет тогда уже долине, и даже несмотря на эту большую разницу в 5000, времени ещё довольно-таки много, и если ребята будут делать правильные ходы по ходу, сейчас уже, ну, как бы, кто-то сделал их, кто-то не сделал, кто-то не сделал, если будет внимательно смотреть и отдавать правильные приоритеты, то я думаю, что данную зону можно будет забрать снеговиками, и без особых проблем заработать ещё целых дополнительных 3 очка в свою копилку. Ну, а что касаемо вообще всей этой ситуации сверху, то я вам могу сказать так. Так, есть, конечно, необдуманные и глупые ходы, да, по типу вот этих вот деф-столиц, деф-каких-то вот этих вот зон, да, хорошо, здесь хоть мало, да, по 100, то есть сейчас мы, кстати, вот эти зоны я не просматривал до момента записи видеоролика, но, в принципе, если 8000 отдаётся за деф за одну фракцию, за третью и за четвёртую, ну, примерно одинаковое количество игроков, которые не совсем грамотно разбираются в том, что лучше в приоритете дефать, но это 8000, это, наверное, где-то около, может, 200 игроков, может, чуть больше, да, которые набивают звёзды, и я считаю, что это не такое большое количество, которые, возможно, просто делают ход им, без разницы на исход данной войны, они просто делают его за счёт того, чтобы потом зайти в бой, набить звёзды и получить свои какие-то минимальные контейнеры, и при этом не задумываясь о том, хотят они её выиграть или нет. В общем и целом, наверное, всё, что я хотел сегодня сказать по данной войне, я уже сказал, поэтому спасибо вам за поддержку предыдущего видоса, реально вдохновило меня всё это дело, когда вы так жёстко, резво влетели. Я считаю, что если такая активность продолжится, то я буду продолжать записывать каждый день видеоролики с обзором каждой зоны, с какими-то определёнными приоритетами, своими обоснованиями, почему именно так, почему не какая-то другая зона, почему именно это. Ну и после сегодняшнего дня, я думаю, что может чересчур жёстко всё поменяться, и, честно говоря, в какой-то степени, если снеговики позабирают все эти зоны, что у эльфов, что у снеговиков, то довольно-таки неплохая ситуация будет выстраиваться у данной фракции, и при всём этом раскладе они смогут уже приблизиться к своим оппонентам, своим противникам, потому что пока что они у нас отстают от снеговиков на 8 очков, от эльфов на 7. Ну а эльфы, в свою очередь, если сумеют задефать эти две центральные зоны, это, наверное, будет что-то с чем-то, и если они продолжат с каждым ходом дефить их, то это будет довольно-таки прикольно, при том, что довольно большое количество игроков данной фракции отдают довольно правильные голоса. Вот такой вот видеоролик у нас, друзья, получился. Не забывайте также переходить на группу ВК, где я также опубликую все эти ходы, которые сейчас озвучил. Если вы вдруг что-то не поняли, там будет наглядно нарисовано, наглядно написано, какая зона атакуется мною, какая дефается, и при всём этом раскладе есть ссылочка в описании на Дискорд, где есть чаты каждой фракции. Вы можете тоже перейти, там общаться, возможно, найти каких-то себе новых друзей, с которыми вы будете играть, и набивать звёзды, и совместно тоже думать, куда лучше атаковать в той или иной ситуации. Ну, а у меня на этом всё. Спасибо всем за просмотр данного видеоролика. Всем удачи и всем пока!